Привет, друзья! Вы смотрите канал «Успешная эмиграция» с Еленой Вивас. Давайте сегодня поговорим о том, как же выбрать страну для эмиграции. Пожалуй, это самый насущный вопрос, без решения которого невозможно вообще говорить об эмиграции. Итак, вы решили изменить свою судьбу и отправиться жить за границу. Что для этого нужно? Ну, во-первых, определиться, конечно же, со страной, в которую вы собрались эмигрировать. И отсюда также вытекает следующий вопрос. Какие жизненные проблемы вы хотите решить в эмиграции? Ведь все мы разные и эмигрируем абсолютно все по разным причинам. И вот для того, чтобы правильно подобрать страну для эмиграции, как раз эти вопросы мы и должны с вами решить. Давайте разберем два таких наиболее важных вопроса в этом направлении. Первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это одна из самых частых ошибок в постановке вопроса о выборе страны. Когда на форумах по эмиграции люди пишут, хочу свалить из России, помогите мне выбрать страну. И максимум, что могут о себе сказать, это там сколько им лет, что они умеют делать и больше ничего. И сравните для примера другой вопрос в постановке вопроса. Я хочу уехать жить в цивилизованную страну, где смогу реализоваться, как и дальше человек говорит о своей профессии. Или, например, я хочу жить там, где вечное солнце, пальмы, кокосы на голову падают, много диких обезьян и так далее по тексту. Чувствуете разницу? Здесь уже более конкретные ставятся вопросы, которые люди хотят решить в эмиграции. И говоря об эмиграции вообще, мы должны четко понимать, что самая большая ошибка является именно постановка валить из чего-либо, то есть уйти от чего-либо плохого. Если вы хотите быть успешными в эмиграции, если вы хотите получить кайф от новой вашей родины, то и нужно не валить, а нужно ехать в страну своей мечты. И только в этом случае успех в эмиграции вам гарантирован. Поэтому правильно ставьте вопросы. Кстати, на эту тему иногда со мной люди любят поспорить, но всё равно я настаиваю на своём, что когда вы уезжаете от чего-либо, вы увозите с собой все свои проблемы. Вы в обиде на свою родину, и вот вы её там покидаете, проклинаете и так далее, и везёте с собой вот этот вот негатив в вашу новую страну. Зачем? Чтобы потом на форумах писать, в Европе все рукожопые, нет цивилизации, театров нет, во Франции женщины не умеют одеваться, в Швейцарии банки хуже не бывает, в Германии медицина отвратная, в Испании жарко и так далее, там коррумпированное правительство. Фрукты, овощи, пластмассовые, да что угодно можно прочитать. То же самое, что люди и пишут о своей стране, из которой они валят. Так зачем тогда валить, чтобы только картинку у себя изменить перед глазами и увеличить количество проблем, поскольку иммиграция это всегда стресс, это новая культура, да, это новый язык, новое для вас окружение и так далее. Поэтому, выбирая страну для иммиграции, думайте только о том, в какую страну вы хотите поехать, что вы хотите получить от иммиграции, чтобы стать там счастливым на этом новом месте своего жития. Ну и отсюда как раз вытекает следующий вопрос. Как же выбрать страну для иммиграции? Ну, здесь самое главное, это правильно поставить цель своей иммиграции. Что вы хотите получить в результате от новой страны, в которой вы будете жить. Какие насущные проблемы вы хотите решить, чтобы вам было комфортно дальше в этой жизни, чтобы стать счастливыми и так далее. И поэтому для этого вы берете листочек бумаги и выписываете на нем все те факторы, которые для вас в жизни важны. Потому что мало написать «хочу жить там, где солнце и море», потому что в том же Африканском Сомали всегда солнце и море. Но вы же не поедете жить в Сомали, правильно? Хотя, конечно, всякое может быть, но не думая, что это для многих страна его мечты. Поэтому нужно думать о более конкретных жизненных целях. Нужна ли вам работа или нет, потому что вы можете быть финансово обеспеченным человеком, и для вас тогда выйдут на первый план вопросы здоровья, вопросы экологии, вопросы обучения детей, вопросы окружения, безопасности и так далее. Если же вы не финансово обеспечены, и у вас в последующем встанет вопрос поиска работы, то, естественно, вы должны понимать, что вам нужно искать ту страну, в которой вы сможете себя реализовать. Или по своей профессии устроиться на работу, или открыть тот свой бизнес, о котором вы мечтали много лет, и реализоваться в нем, и так далее. То есть все мы абсолютно разные, и вопросы приоритета в жизни у нас тоже абсолютно у всех разные. Поэтому, когда вы думаете об эмиграции, то научитесь правильно ставить свои жизненные приоритеты, и тогда все будет намного легче. И вот смотрите, выписали вы на листочке все эти вопросы, которые вы считаете, что вам должна помочь и решить эмиграция. И напротив каждого из этих вопросов пишите страны, в которых это возможно. И понятно, что напротив каждого из этих вопросов у вас будет множество стран. Затем вы смотрите по всем остальным вопросам, какие страны чаще всего у вас написаны. Выбирайте список из этих стран. И дальше по такому же принципу будете постоянно-постоянно сужать круг, пока вы не выберете ту страну, которая позволит быть вам счастливой и наслаждаться этой жизнью. Ведь это самое главное в этой жизни, не так ли? Ну, а если на каком-либо этапе у вас возникли вопросы, у вас возникли проблемы, и вы не можете до конца определиться, то звоните, пишите, и я вам помогу разобраться в этом вопросе. Надеюсь, это видео мое для вас было полезным. Вы почерпнули для себя новую интересную информацию. Пишите внизу в комментариях, на какие темы вы хотели бы, чтобы я вам еще сняла видео. А я продолжаю на террасе наслаждаться прекрасной осенней погодой и любоваться океаном. Ведь именно для этого я и эмигрировала. Всем пока и хорошего дня!